Друзья, всем привет! Всем доброе утречко! С вами снова Ольга и очередной домашний обычный влог. Посмотрите, какая у нас сегодня зимняя сказка, какая красота! И еще я снимаю сейчас на телефон. Я купила себе стабилизатор и снимаю на телефон. Оцените качество и напишите в комментариях, как лучше было на камеру или на телефон. Мне на телефоне качество нравится гораздо больше и снимать на телефон гораздо удобнее, потому что телефон всегда с собой, а камеру дополнительно носить не нужно. Но нужно дополнительно носить стабилизатор. Тут уж ничего не поделаешь. Смотрите, у нас там перегорели несколько лампочек, надо дозаказать. Но вообще, конечно, красота! Да, Тойока, тебе нравится? На телефоне такое качество, что, я не знаю, у Тойоки видно каждую шерстинку, каждую пылинку. Но то, что видно каждую пылинку, это не очень хорошо, не есть гуд. Здесь у меня пришел новый горшок. Я собралась на террасе у себя сделать прям сад-сад. Хочу насажать туда и кленов, и елочек, и прям, чтобы у меня на террасе выходишь. И было как в парке. Посмотрите, что у меня здесь еще растет. У меня здесь укроп. Я писала уже в соцсетях, в инстаграме, в телеграме, что мы с Ангелиной просто обожаем укроп, не можем без него жить. Но так как в Корее укроп не едят, он не распространен, мало где продается, стоит очень дорого, то мы решили выращивать даже зимой укроп дома. Видите, я просто в горшки насыпала семена. Вот так вот он уже хорошо взошел. А вот сюда только посеяла два дня назад. Здесь, наверное, еще не взошел. Под пленочку его, под лампочки. Здесь у меня такой вот огород. Зимой тоже можно радоваться, заниматься любимым делом, любимыми растениями. Как у всех нормальных бабушек, у меня тоже такие вот интересные. Что-то у меня стабилизатор. Пока я не научилась им пользоваться, друзья, немножко неудобно. Ну, я просто в восторге от качества. От качества съемки телефона. У меня не последняя модель телефона. Предпоследняя, наверное. Сейчас говорят, которая новая модель. Там камера вообще просто-просто бомба. Не сравнится ни с какими фотоаппаратами. Ни с какими камерами профессиональными. Вот. Если уж менять телефон, то только ради камеры. Нам вчера, друзья, еще пришла одна посылочка из Беларуси. Вчера пришла, сегодня я уже ее открою. А то последний раз было столько возмущения, что я долго не открывала посылку. Но на самом деле, да, я была занята на даче настолько, что было вообще мне не до чего. Ну, дача закончилась. Теперь времени будет побольше. Надеюсь. Да, друзья, я наконец-то привыкла к своему роботу. Не могу нарадоваться. Настолько ему благодарна за его помощь. Каждый день, два раза в день он у меня убирает. И я забыла уже вообще, когда убирала здесь нормально. Нормальными пылесосами, нормальными швабрами. Нет. Все довольно чисто, прекрасно. Заранее только нужно все убрать, поднять наверх. Все провода, все... Ну, вообще все. Все нужно убирать наверх. Еда тойоки. Пусть вас не смущает ее подозрительный вид. На самом деле, довольно вкусно. Ну, по крайней мере, тойока говорит, что ему вкусно. Здесь 10 сортов разного мяса. И утка, и говядина, и легкая печень, и... Нет, печени нет. И легкое сердце, и... Что там еще? Этот самый... Требуха, всякое разное. В общем, очень много мяса. Коричневый рис и овощи. Овощной микс. Беру, друзья. Кстати, вот говорят, что овощи в Корее стоят очень дорого. На самом деле, так оно и есть. Особенно, когда не сезон, не урожай. Но, но, что я вам хочу сказать. Вот такой вот овощной микс в Корее стоит просто сущие копейки. Это шоковая заморозка. Так, а чье производство? Интересно, я даже не посмотрела. Производство Испания. Вот, не корейские овощи. Корейские очень дорогие. А вот эти вот испанские. 2 килограмма. Так, чтобы вам не соврать. 1 килограмм, 2, 2 штуки по 1 килограмму. Это, получается, 2 килограмма 7400 вон. Это где-то 5 долларов, даже чуть меньше. За 2 килограмма вот таких вот овощей, друзья. Как вы думаете, это дорого или не очень? По нашим, по корейским меркам, это просто бесплатно. Это вот просто даром, потому что... Ну, что такое 7400? Это 1 стакан кофе выпить. Или 2 килограмма свежайших, прекрасных испанских овощей. Плюс я ему сюда еще добавляю сальмон ойл. Сальмон, как переводится на русский, я все время забываю, друзья. Тойка! Мога? Помога? Ой, облизывается-то уже слюни ручьем. Да ешь, ешь, я не ругаюсь. К слову, друзья, о мясе. Все считают, что в Корее очень дорогое мясо. На самом деле, дорого стоит только корейская говядина, которая мраморная такая, знаете, вот есть японская и корейская. Они соревнуются между собой за первое место в мире. Да, эта говядина действительно стоит как золото. Все остальное мясо стоит не дороже, а какое-то мясо даже дешевле, чем у нас. Свинина довольно доступное, дешевое мясо. Говядина какая-то привозная из других стран тоже довольно недорогая и абсолютно всем доступная. Не говоря уже про птицу. Вот, например, я заказываю для Тойоки шейки. Вот такие жирные, огромные, утиные шейки. Не куриные, это утиные, друзья. За килограмм 2 990 вон. Это где-то, ну, полтора доллара получается. Я потом точно переведу, напишу вам цену. Полтора доллара за килограмм вот таких жирных шейек. Их можно есть людям, это не собачья еда. Вот, и я из них готовила плов даже как-то раз. Девчонки ко мне приходили, просто пальчики. Вместе с пальчиками съели весь этот плов. Насколько он получился вкусный из этих шеек. То есть, вот какое-то другое мясо, помимо мраморной говядины, доешьте его хоть тоннами в Корее. Это никак не скажется на вашем бюджете абсолютно. Поэтому это миф и заблуждение, что в Корее прям мясо это какая-то роскошь. И его здесь как-то мало, недостаточно. Мясо дофига. Корейцы еще те мясоеды. Здесь без мяса найти блюдо практически невозможно. Везде будет гора мяса. Овощи, мясо. Вот это, конечно, рис. Все это они едят в достатке. И никто себе ни в чем не отказывает. Ну, а это, друзья, мой быстрый такой завтрак. Да, я вчера была на Тандемоне, купила русских продуктов. Огромную кучу, два огромных пакета. Почти на 200 долларов набрала всяких разных продуктов. Вот завтрак. В общем, у меня здесь докторская колбаска. Черный бородинский хлебушек и соленые огурчики. Такой вот завтрак. Иногда, хоть и очень-очень редко, но хочется чего-то такого русского. И особенно я люблю что-то солененькое. Вот захотелось, приснилось. Докторская колбаса. Поехала, купила. Магазины здесь шикарные. Друзья наши русские. Сейчас их огромное количество. И там такой ассортимент, которого, ну, блин, даже в наших странах не всегда встретишь. Там уже вплоть до того, что в сами магазины не влезает все. Они выносят палатки и продают уже на улице типа рыночков таких. Там чего только нет. Даже название таких продуктов, которые я сама не знаю. Например, вот казахстанские продукты. Я половину названий не знаю. Вот. Вот, видите, это козы из конины. Сегодня я хочу угостить Сонгына, чтобы он попробовал. Вообще в Корее конину не едят. Даже не понимают, как можно есть лошадь, как можно есть конину. Для них, наверное, такой же шок, как для нас, что корейцы едят собак. Вот для них такой же шок, что у нас едят коней. Вот. В общем, посмотрим на реакцию Сонгына. Он еще не знает, не подозревает даже, что я тут ему уготовила. Ну, а остальные все продукты убрала в морозилку, чтобы не портились. Там у меня и пельмени, и чего-чего только. Нет, очень много всего набрала. В общем, приятного мне аппетита. Сейчас, наверное, позавтракаю и буду ставить елку. Украшать не буду одна. Просто поставлю, украшать будем уже вместе с детьми. Даже вот такую, друзья, вяленую рыбку сейчас можно купить в русском магазине. Раньше такой не было, только корюшка была. Корюшку я не люблю. Вот. А теперь это что это? Это вобла, сорожка, не знаю, кто как ее называет. В общем, вот такая настоящая рыбка. Но, но, друзья, есть один минус. Она выпотрошена. Это вот была упаковка, я уже все съела. Одна штучка осталась, чтобы показать вам. Видите, она пустая. То есть из нее вытащили не только кишки, но и икру. И она выглядела такой полненькая. Видите, брюшко такое вздутое. Как бы не видно было, что она выпотрошена в упаковке, в термоупаковке она была. Вот. И она такая толстенькая. Я думаю, блин, сейчас как икорки поем, так поем. Фиг тебе. Вот. И из-за того, что, конечно, она без кишков, без икры, она такая суховатая, жестковатая. Но все равно, когда сильно соскучился, можно, можно себя порадовать. Это, конечно, недорого. Стоит она недорого. Но, блин, зачем вы достали икру и кому вы ее отдали? Котику варю кальмар. Он вообще ест сухой корм, но в качестве подкормки я ему даю всякую там рыбу, кальмары, морепродукты разные. Он ест с удовольствием. У нас почти моментально, видите, сразу все тает, конечно же, потому что сегодня плюс 7 градусов в днем. Заходи. Ан-дзя. Жди. Когда мне лень с ним гулять, я его выпускаю вот сюда, вот так. Ходит в туалет. Вали. Гелик пришла и что-то здесь, как всегда, принесла. Боя, Анджелина? И Боя? 11,000. Сосо? Да. Вы? Вы сосо? Покемон? Покемон. Шоу тебе на голове? Снег шел, дождь шел. Черт-то что, на голове, да? Нажрался, нажрался, нажрался. Ой, тюлень, тюлень. Так, ладно, иди ты облазишь. Гелик говорит, опять домой войти невозможно. Так, здесь привезли деревья. И еще у меня здесь столик. Столик для дачи. На даче, друзья, я там все поменял. У меня там уже такая красота. Там уже и диванчики, и столики. Чего там только нет, посуда новая. В общем, сейчас все растает. Поедем с вами на дачу. Вот, друзья, здесь вот эти вот растения. Одни моих из самых любимых. Они круглый год красивые. И они самые, наверное, неприхотливые. Прекрасно живут и зимой, и летом. Прекрасно приживаются, прекрасно выглядят. Что еще нужно от растений? Я на даче таких понасадила. И здесь на балконе, на террасе у себя будут тоже такие высаживать. Ну, не только такие, но и такие в том числе. Тайса? Вот здесь. Вау! Непущенный. Пластик, я поменяла, друзья, помойки. Ильгуба, уди пластик, уди. Теперь учу их, чтобы они... А то мы все в одно выбрасывали, а потом я уходила одна и сортировала каждый раз. Вот, мне это надоело. Я купила раздельные вот такие контейнеры. И приучаю их теперь сортировать сразу на месте. Да, вот так нажимаешь. Маджа? Оу! Пластик. Маджа? В школе не учился? В школе не учился? В школе не учился, в школе не учился. Ирgy. В школе не учился. А почему бы вы спросить? Друзья, я купила новую елку, хранится она сейчас вот так вот на балконе у нас, потому что, ну как я говорила, у нас нет места совершенно для хранения в доме, есть две кладовки, но они настолько маленькие, что в принципе туда ничего не влезает. Для новогодней елки и игрушек, всего такого, нужна в принципе отдельная кладовка какая-то, либо большой дом, как я всегда мечтала, большой дом с большим подвалом или чердаком. Это она еще пока новая, не распакованная, она хранится вот так вот миниатюрно в коробке, но стоит ее один раз разобрать, потом ее уже обратно так не соберешь, то есть это будет в два-три раза больше уже коробка, какая-то упаковка нужна, и это занимает ну просто всю кладовую. Друзья, напишите в комментариях, как вы справляетесь, если у вас квартира. Понятно, что у многих свой дом большой, где есть подвалы и чердаки, но вот те, кто живет в квартире, куда вы прячете свою новогоднюю елку, мне очень интересно. К слову, в прошлом году у нас была живая елка, если вы помните, я покупала живое дерево, садила его в горшок такой огромный, большой, но оно все равно умерло. Это было не первое уже дерево живое, которое мы брали на Новый год в горшке, которое не дожило до весны, поэтому я решила, что я больше не хочу быть убийцей елочек, и все-таки искусственная елка это то, что должно быть в доме обязательно. Пока велик занимается с учителем, я меняю, друзья, постельное белье. Ну, купила новые наволочки, там вот под одеяльник постирала, сушится уже. Посмотрите, на что стало похоже мое постельное белье. Когда у вас появляется дача, это как любовница, блин, я не знаю, или любовник, да, вот когда появляется, уже не до жены, блин, уже не до дома, так как жить уже так нельзя. Нельзя подушки вываливаются из этих наволочек, пришлось купить новые. Дело здесь даже не в деньгах, понятно, что, ну, постельное белье в Корее, оно стоит копейки, совсем недорого, можно менять хоть каждый месяц. Дело в том, что когда у вас появляется дача, у вас все мысли только там, то есть у меня все мысли, вся моя жизнь, она вот там, на даче, я уже вообще не парюсь, что там дома у меня, как там у меня дома. У Гелика закончился урок, и она сразу собирается на тэквондо, тэквондо-сочка наша. У нас уже елочку украсили, друзья, видите, вообще все растаяло, снег у нас, конечно, это прям такая роскошь. Давай, беги-беги-бегу. Снег такая роскошь, только выпал, сразу растаял. Так, все, Гелик, поехала. Ну, тепло на улице, что я хочу сказать, не знаю, плюс 10, наверное, теплынь. Мой обеда-ужин, друзья, это пельмешки вот такие вот, со сливочным маслом, с лавровым листиком, с перчиком и наши огурчики, русские, к которым мы привыкли. Сонгин пришел домой, принес еды, готовит еду, это для Сони он принес суши, готовит для Ангелины что-то. У нас кормилец, только папа в доме. Я бы сварила борщ, но его никто не будет есть. Я уже для борща все купила, все продукты. Тут у меня свекла моя с дачи, видите, лежит. Ждет своей участи уже. Ну, нет, еще нормальная, тверденькая. В общем, нужно готовить, сварить борщ. Я даже укроп купила в этот раз в магазине. Все есть, нету только едоков. Никто борщ, кроме меня, не будет, поэтому готовить его как-то. Ангелина, можно попробовать? Удом. Удом. Нам все великий чувак. Тойка, ты будешь борщ? Сегодня пельмени он за мной доедал. Так как он на натуралке, он у нас как поросеночек. Мы ему все даем. Он очень любит вкусненько поесть. Пельмени он за мной доедал. Вот она! А как это... Я уже одинownik! Субтитры создал Я тебя cảmел! Ты понимаешь, что ты, меня нравишься Я знаю, что ты, что ты. Я тебя помню Это не уменьшишь итак друзья елочка у нас пока получилось не очень какая-то грустная ведь и звезда такая грустная потому что но мы все вместе пытались сделать никто не умеет хорошо красиво поэтому завтра я буду делать ее заново снова красиво и как обещала сейчас будем сунгина кормить гониной так вот это ты сначала попробуешь это курт и и и вот она козы так ну что нужно нарезать меня это его сатан сатан могу по сатан могу по сатан анджелина сатан мугры и и сатан маза чем там ассо они до могу вас на тема станика убил так все гелик уже знает раз навязывают значит какой-то звезде а сатан ahora Я не могу, я не могу Да, в Корее есть такое блюдо Тухлая рыба Ну вот это примерно то же самое На любителя, конечно К этому нужно привыкнуть Так же как... да Тухлятина, вот это тухлая рыба Я... Тухлятина, вот это тухлая рыба Не, не, вы... Канадин чуа, воли не мне не надо Он чем чай могут Не знаю Котик, скажи, а че это Мне не дали? Это как? Аня, аня, кедыри Ирон не мисе чуа Ян маль не мисе мокрым Там не мисе Тойоке, короче, Курт понравился Нет, вообще, я на самом деле Курт очень люблю Особенно с пивом Это для меня, да Для меня это вообще ништяк Закуска к пиву Я обожаю Курт Но я же из Казахстана Я же из Казахстана Я вот это все люблю Так, Сангэн нарезает козы И миллион Сунде Какой вкус? Какой вкус? Я не знаю. Что? Это реально? Да. Я это первый раз. Но это немного весело. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Рождество вкусно? Рождество вкусно? Рождество вкусно. Я не знаю. Казахстан. Я не знаю. Ну, в России есть ском и ссосом. Я не могу даже не ехать. Я не ехал. Но это очень много. Это очень вкусно. Да, да. Я не ехал. Я не ехал. Я не ехал. Я ехал. Я ехал. Сопия, я ехал. Давай. соня и сегодня и буква ходила я на стесняется что у нее все лицо воспаленное все красное ну ей надавили там все прыщи кинчана кинчана дан мариса агликин чана воли от лима что ты в деньгая Embлокирован, плеча и кинчанин на колокольчик и дезиннадцатый как-то москва-비е тесто тесто, а нас, что-лик? кинчанин на нём может быть соня вот такие тортозаты соня, покойьте соняк, и так, что-лик? не, но так... Это очень вкусно Это вкусно Это вкусно Это вкусно Это вкусно Это вкусно Это вкусно Друзья Я в своей жизни Один раз только в Казахстане это ела И уже не помню вкус Но вот сейчас попробовала Ооо это мое Очень вкусно Да специфический Вкусно Но очень вкусно Я не знаю, что это вкусно Мама шутила Мама шутила Мне кажется Нашей киси беда и собаку съесть Он ну как бы съест с удовольствием С удовольствием С удовольствием поесть собачатинки и всего Так ну что мы посылочку Белпочта посылочку будем распаковывать Соня в кепке Потому что в ней очень-очень-очень Красное лицо После пивука Давай О господи Мама Что ты делаешь Что ты делаешь? Сейчас Я думаю Так Я думаю Так Ты что сейчас будешь Английский свой практиковать с мамой Которые по-английски не бельмес Давай Давай Ахата Без цветов Что? Что? Ни! Что? Сокс! Малыш! Яна! Яна... Яна! Думаю, что ли? А мне не? О, ну, тебя! О, ну, я тебя! А! Ура! Ура! А, ну, я тебя! Пуполсокс! Ура! 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 мистер ким мистер ким и сакс спакуха спакуха правда новый год спакуха соня смотрите как прочитала спакуху сразу слету слету прочитала спакуха новый год близко блинка классно господи классно это когда настроение супер семечки это для меня 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 спасибо большое и что по-моему из беларуси это наш опять александр наверное она сибаген там увидела вот тебе есть уже щебаген один сидит вот он щебаген и оля 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 я она я соня я соня это мое это мое это мое очень много халвы из беларуси всегда приходит очень много халвы сгущенка шоколад очень много шоколада письма 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 самое главное это я я уже знаю от кого это это александр который нам из беларуси всегда отправляет посылку давай 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 нормально нормально заход за хоть захотите захотите что-то конкретно конкретно есть такое слово да может можете написать сюда а ну да там прописи ну как бы у всех буквы разные и конечно если печатные буквы она может читать а пропись так как у всех разное это понятно я тоже я по-корейски бы не прочитала если вы про если захотите что-то конкретное можете написать сюда instagram а а то так и празено лжи всякую ерунду призываем изящ相信 потому что у меня буду в церкви я думаюman он же drawing such но я думаю вот как как вы хочу конъю оттынгу конъют блск ум ком не арсос и и бобара я тебе привезу целый чемодане в этот раз я думаю потому что в темпичесか набор чем не интересна со дням бумомPLE мог платить и music Я не знаю, что это вообще. Нет? Да. Но я очень благодаря тебе. Сонгун, ты что-то не хотела? Я не знаю. Я не люблю. Я люблю. Субтитры сделал DimaTorzok